какая большая и толстенькая уточка это как люди и дети раскормленные на макдаке но не только конечно на макдаке к и все и в чем таком остальном зато довольны и счастливы и друзья вы посмотрите как светит солнце настоящий знак и так рада что сюда приехала а узнал я об этом я конечно видела что посетить в ярославле но основную такую деятельность по рекламе мне создал таксист скажу что нужно обязательно посетить данный монастырь что я и сделала или вернее делаю поля монастыря теплицы здесь выдают платки и юбки можно не переживать если у вас нет висят они в свободном доступе деревянный храм возведенный спасу веденским веденский епископом прохором а раньше князем он был вернее он пострадал в пожаре и потом уже был восстановлен посещен иваном грозным и кстати иван грозный излечил свои больные суставы и ноги благодаря толгинск толгинской иконе божией матери здесь она хранится чудотворное которые лечат суставы людям нужно молиться с больными ногами руками суставами и говорят помогает эта икона хожу по территории и не устаю удивляться красоте дошла до такой горки а там милый котик или кошечка на дуб по осеннему по осенней листве и гулька рядом ходят ну что за прелесть вот эту гульку сейчас мне дала пожилая сестра говорит на неси ее подальше от кота я думаю ну и мне пришлось ее взять вот она спасенная гулька настоящее место силы эти деревья так же как и монастырь друзья спаса преображенский мужской монастырь очень древний и его основал первично при основании города можно так сказать прикрещение князь глеб глеб владимирович как раз кто крестил это было он получила земли от отца князя глеб в тысяча пятнадцатом году и и как раз заложил храм чем славен этот монастырь здесь хранится гробница ильи муромца святой источник ильи муромца и даже часть руки также мощи этого святого который помогает при заболевании ног люди излечиваются неоднократно я слышала такие случаи тоже хранится в этом монастыре ну и так же вас может ждать гостиница для паломников и может порадовать прекрасной территории храма мы зашли внутрь друзья меня окутала радость уже на подступах к территории поэтому однозначно следует посетить но везде снег мы не сможем насладиться красивыми цветами только красивым настроением мы с вами подходим к покровского мужского монастырю находящийся находящемуся в городе балахна здесь все рядом так как город небольшой и это самый древний монастырь нашей области основан был в первой половине 16 века и далее получил грамоту и земли от царя Ивана Грозного это мой любимый царь который увеличил территорию России в полтора раза сейчас мы посмотрим этот монастырь поближе возможно даже удастся зайти на его территорию сейчас посмотрим вам что-нибудь напомнило это крылечко здания монастыря мне лично напомнило Ростов и Кремль ростовский и одноименный монастырь там где снимался фильм про Ивана Васильевича прям вот один в один практически можно было снимать в балахне сейчас мы с вами идем вокруг монастыря по его территории довольно зелено скромненько небольшой огородин здесь есть и вот главный крылечко вход маленькая колокольня сейчас почему-то делают маленькие такие колокольни главный вход друзья Покровский мужской монастырь друзья мы покидаем Покровский мужской монастырь если вы зайдете внутрь вы ощутите большие вибрации силы но нужно зайти именно внутрь потому что снаружи скрадывают вот эти вот вибрации конечно они есть но близлежащие близлежащие дома их достаточно много вокруг потому что в городе находятся строения среди других домов если вы зайдете внутрь вы ощутитесь в другом мире и энергией зарядиться можно основательно а вот этот рядом как раз это Никольский самый старый и есть храм в монастыре самый старый храм в Нижегородской области друзья всем привет из города Кострома второй день путешествия двухдневного тура вчера мы были в Плёсе в купеческом городке а сегодня мы в Костроме в Ипатьевском мужском монастыре и здесь мы неоднократно с вами были я и одна была и с группой и в разное время летом когда был снег и сейчас в золотую осень сейчас мы с вами смотрим на Троицкий храм напомню что Ипатьевский монастырь колыберрода Романовых и здесь был венчан на царство первый царь Михаил Романов инокинемарф и его мама согласилась с долгими уговорами бояр и церковных чинов и все-таки у нас стал правящий род на долгое-долгое время 300 лет род Романовых Друзья звонится давайте послушаем как раз завершается служба и главный колокол носит название царь Михаил ВИ� ВИГ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По легенде, татарским богатым воином Четом В последующем излечившимся у стен монастыря Он тяжело заболел, и ему во сне явилась Богородица И он здесь развел потоп Ипатийский монастырь и стал Захарием Четом Крестился в православие, в христианство Так что благодаря тому, что Захарий или Мурза Чет излечился Но это, согласно легенде, у нас возник такой монастырь И Захарий-то Чет он был, а вот был ли он Мурзой или кем-либо еще Это доподлинно неизвестно Рекомендую вам взять экскурсию именно с Галиной Репкиной Никогда мне было так интересно, чтобы не хотелось даже отвлечься и самой себе провести экскурсию Я сама многократно здесь бывала и с экскурсиями Но вот чтобы так вот женщина душевно рассказывала Такого я еще не встречала Сейчас мы стоим напротив ворот Которые возвели для въезда Екатерины Второй И Всевидящее Око нас приветствует А все еще Око это Глаз Бога А вот здесь вот были ворота изначально Восточные ворота Через которые и въехали И Нойкин и Марфа И будущий царь Михаил А мы с вами скоро приберемся В Анастасии в монастырь Там где чудотворная Феодоровская икона и хранится А здесь Тихвинская икона Очень хорошо для нормализации нервной системы Если вы нервничаете, вы бываете именно в Ипатевском монастыре Она копия, но уже тоже стала чудотворной Ее называют Тихвинская и Патевская икона А мы покидаем с вами монастырь этот Ипатевский прекрасный И двигаемся дальше Друзья, мы прибыли в очередное село Белбаш Упоминание о нем Также в начале 18 века Построен, заложен женский монастырь И чем он славен? Тем, что сюда Выбрали, вернее, выбрали эту обитель Женщины, первые принявшие православие Вернее, перешедшие из староопрячества Тоже в таком красивом месте Очень красиво здесь летом Среди лесов Среди лесов Друзья, мы сбывали с вами в Вединском храме Будущего Троицкого женского монастыря Пока ему статус не присвоен Тут еще и венчают И проводится таинство крещения Очень благостное место Вибрации сильно присутствуют И даже милая собачка Тут еще есть музей Какое-то, наверное, хватило патриаршество Сейчас мы его посетим Так что село Турбаш Мне очень понравилось Я бы посетила его еще раз Разрушенный Если в последующем будут его восстанавливать Это как раз Троицкий храм первый А вдалеке, как дом культуры Очень красивый с колоннами Это Игуменский корпус Здесь какая красота Вообще, когда здесь был женский монастырь Первоначально домов было гораздо больше Больше даже 30 Живого типа Просто это хозяйственное помещение Ну, в советское время Очень многие отсюда Дома просто перевозились Продавались Они были бревенчатые Их разбирали Очень многие отсюда Ехали к нашим соседям Блины заборщики Так, например, на пути Буквально следом за вами Уже где-то едет У нас Кировская группа Едет на две молочи До кондельника Будут люди в этой гостинице Смотрите, два Друзья, дом паломника Можем тут поселиться В советское время Там был стационар Там были женщины Открыты в будние дни И очень приятно Порадовалось Что стоит 40 узлов покой Всего 200 рублей Так что Если будете здесь В этих местах Можно будет Падать, друзья А вот здесь Вот я стою На месте силы Как раз перекресток Друзья Вот Место силы Между корпусами Корабли В одной лодочке У нас есть шаг Спастись 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 Друзья Формы корабля Построили А я не заметила Начало Стоит Так Мало Музей Мой друзья Мы с группами Бегали вот так По территории Как женское настроение Погода была Келейный дом Хотела вам показать Кван которого Вы видели На Стенде Окошечко Это одна келья Одно окошечко Одна келья Но вот под снегом Не видно Крышу перекрыли Сейчас Большое дело Сделали Чтоб дальше Этот дом не разрушался Внутри он уже вычищен Просто стоит Ждет целый час Скажем так Это здание Ну Владыка Августин Конечно Хотел открыть в нем И гостиницу Чтоб людей Можно было размещать Потому что Бывают заезды Очень большие Не убираются в гостиницу У нас Да Бывает и такое И конечно Занятия проводились бы Здесь с людьми Потому что Городецкая епархия Реализует Воплощает в жизнь Очень много разных Проектов Порядка 70 И связанных Со взрослыми людьми И с молодежью Школа будущих невест Для девочек Например И школа мужества Александра Невского Для мальчика Курик жизни В общем Очень-очень много Здесь бы занятия Конечно С людьми проводились Друзья Мы побывали В своем настоящем Благостном месте Село Белбаш Мы его сейчас Покидаем И напоследок История Как Настоятель Замасского Монастыря Пришел В скид Коробяческий И его Монахини Конечно Сначала Приняли Не очень Монахини Но потом Он у них Вызвал доверие И даже Они перешли Как раз В православие Долго об этом Думали Потом Его позвали И Их Крестили Вернее Как ввели В православие Очень интересная История Этого Монастыря Несколько Храмов Спасский Храм Троицкий Восстанавливающийся Введенский Побывали Также На могилке Лизоньки Местный Ясновидящий Который Помогает И хотят Ее Ввести Лик Святых Собирают Разные Доказательства Поэтому Кому Она Помогла Чтобы Делились Этим И Тогда Довек Будет Причислен К Лику Святых Друзья Мы Прибыли К Новоспасскому Монастырю Монастырь Считался Царским Особенно Еще Был В Третьем Веке Потом Иваном Калитой Перенесен За Стены Кремля За Стены Кремля За Кремлевские Стены И Иваном Третьим Уже Восстановлен Вплоть до 18 века Здесь Хоронили Царей Романовых Царей Князей Друзья Побывал В этом Храме Такой Хор Здесь Прекрасный Масштабный Масштабный Сам Храм Теплый Давайте Пройдем Галерею Скоро Мы двинемся В храм Где Напротив Находится Икона Матронушки С глазами Открытыми Зрячая А здесь Находится Оригинал Смоленской Божьей Матери Которая Подарила Энокене Марфа Благодарность Когда Ее Сыну Венчали На царство И список Тут есть И оригинал И копия И они Смоленская Икона То есть Здесь Заходишь в этот Храм И можно Излечиться А также Здесь есть Более поздняя Икона Написанная Всецарица Ей Очень Ноги Лечатся И говорят Что она Избавляет От Вернее Облегчает Страдания Кто-то Излечивается Тонко Заболевания Большой Красивый Такой Монастырь Сюда Много Было Вложено Царских Денег Он Единственный Монастырь Сохранился После Разрушения После Революции Избежал Разрушения Потому что Здесь был Архив НКВД Но также Здесь была Расстрельная Тюрьма То есть Тут такая Спорная Энергия Но тем не менее Заходите В храм И Смоленская Икона Это она Может Излечить Вас И Улучшить Состояние Все Царица То есть Молится Не всем Молится Но Почему-то Считается Тонко Заболевание А Смоленская От всех И Для Благополучия Семьи И от всех Заболеваний Напомню Что Монастырь Был Образован В третьем Веке Как Данилова Церковь И Потом Стал Данилов Монастырь Мужской Огромная Огромная Колокольня Здесь Также Похоронена Княжна Тараканова Обманутая И Заточенная В стенах Монастыря Оно Не озлобившееся А вставшее На духовный Путь Даже Приобрет Приобрет Духовные Знания И Можно Сказать Даже Какое-то Ясновидение Если В Покровском Монастыре Где Матронов Красные Стены Здесь Белоснежные Очень Красивая Роспись Стен В монастыре Здесь Храм Спаса Преображенский Монастырь Новоспасский А мы С вами Сейчас Пойдем Напротив Храм А мы С вами Находимся В Москве Напомню И продолжаем Отучать Московские Монастыри Отсюда Видна Друзья Огромная Колокольня Новоспасского Монастыря Хорошо Проглядывается Икона Матроновской Соткрытины Глазки Находится В храме Которая Вот Напротив Новоспасского Монастыря Мужского И Напротив Храм Сорока Севастийских Мучеников История Которых Еще В Риме Когда Начало Зарождаться Христианство Эти Сорок Легионеров Приняли Мученическую Смерть Их Вывели На Открытое Озеро Водоем В мороз На Которых Которых Икон На Богослужение И там Был Старый Дом Потапи Этот Армейский Был Священник Вот И Откопали Такую реликвию Потом Дорожила Что это Порси Анна Кронштадт Священника Исновидящего Очень Очень Духовного Человека Сцеляющего Молитвами Людей Кстати Когда К нему Ездила В паломничестве Матрона Спаведичей Дочери Лидии Сопровождала Односельчанка Ее Еще В молодом Возрасте И он Подозвал И говорит Вот Восьмой Сос Православия Друзья Мы прощаемся С вас Пасским Монастером